Выставка шаржей и карикатур в атриуме 11-го корпуса университета. Художник Александр Дьяков со своей экспозицией открывает ежегодный Хлестаковский фестиваль. На холстах лица нового губернатора и бывшего. Это уже нарисовано более 100 персонажей. Будет 500, 600, 700. Ну не знаю, сколько будет, но будет много. Потому что каждый человек по-своему интересен. Есть за что зацепиться, выразить характер. Хлестаковский фестиваль проводится Институтом филологии и журналистики уже в 15-й раз. Началось все с небольшого капустника на филфаке. Лет 15 с лишним назад я оказался в Манчестерском университете в Великобритании. И меня представили очень известному переводчику, ревизору на английский язык, профессору Майклу Берресфорду. И когда объявили меня и назвали, что я из Саратова, он воскликнул «О, Саратов, родина Хлестакова». И тут вот появилась мысль о том, что это действительно может стать брендом. Вечером на университетской сцене классика юмора в исполнении студентов Михаил Зощенко «Свадьба». Конечно же, в современной обработке. А правда говорят, что они в контакте познакомились? Ну и что вы, да и вовсе нет. А нам говорили, что в контакте. В завершении вечера премьера постановка пьесы Валерия Прозорова «Слепцы» о том, как благие начинания искажаются и превращаются в абсурд. Над постановкой работали, кроме студентов и преподавателей, вот я в том числе работаю, вот даже по требованию режиссера отрастил щетину, работаю тоже в этой постановке. Интерес в том, что, во-первых, это произведение по мотивам прозы Аверченко, во-вторых, это спектакль веселый, это и буфанада, и сатира. «У вас что-то угнетает, голубости, человеческие». Хлестаковские дни в Саратове закончатся одноименными чтениями – научной конференцией. В этом году они пройдут с 25 по 27 апреля. Артем Калатин, Анастасия Усова, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.